Каждую секунду в мире покупают и выбрасывают сотни тысяч пластиковых пакетов. Давно известно, что они наносят непоправимый вред природе. Но из-за своего удобства полиэтиленовые майки остаются популярными. Это нужно менять и некоторые шаги уже сделаны. Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В теме разбиралась Елена Куликова. Попробуем понять, сколько пакетов хранится в обычном доме. Для начала разверну свой мешок с полиэтиленовыми кулечками. Затем посчитаю, как много их в моем запаснике. Получилось, что у меня около 40 пакетов. При том, что покупаю я их только когда забываю свою более долговечную сумку. Все это накопилось даже не за год. Думаю, в семьях, где тканевыми авоськами пользоваться не принято, полиэтиленовых майк еще больше. Чтобы осознать, как много пластиковых майк мы потребляем, достаточно зайти в обычный продуктовый магазин. В течение часа мы наблюдали, как новорингутцы приобретают и затем, куда складывают свои покупки. Добрый день, пакет нужен? Отрицанием на вопрос ответили только двое. И это из почти трех десятков покупателей. По данным экспертов, на каждого россиянина приходится порядка 200 пакетов в год. То есть пластиковую тару мы покупаем, как минимум, через день. Сколько у вас дома полиэтиленовых пакетов? Можете сказать? Много очень. А как вы потом с ними поступаете? Выкидываю мусор. Мусор выкидываю. Как используете эти пакеты? На мусор. То есть вы выбрасываете просто мусор? Нет, мусор в них. Потом уже выбрасываем. Вы редкий человек, который пришел со своим пакетом. Всегда так делаете? Ну, стараемся. Стараемся делать так всегда. Но не получается точно. Мы постарались и отыскали за прилавком многоразовые сумки. Они, наверное, могли бы стать альтернативой пакетам. Но лично меня смутило – нет. Даже не цена, а надпись на этикетке – стопроцентный полипропилен. Такая сумка прослужит не один год. И слишком гламурно, зато вместительна. Для тех, кто не хочет быть а-ля бабушка на рынке, варианты тоже есть. Но о них надо позаботиться заранее. Современная войска – вещь в самом деле незаменимая. В сложенном виде, весьма компактная, может уместиться не то, что в сумку, даже в карман. А если ее открыть, выясняем, что она еще и очень вместительная. Затарившись витаминами для собственного здоровья, порассуждаем о здоровье планеты. Выброшенный на помойку пакет разлагается примерно 400 лет. Да и то не полностью, а распадается на мелкие частицы, которые продолжают загрязнять почву и воду. Этим всерьез обеспокоены в Союзе оленеводов Ямала. Его участники запустили акцию и стали бесплатно раздавать оленеводам, охотникам и рыбакам многоразовые тканевые сумки. Потихоньку, поэтапно люди подходят к нам, особенно оленеводы, тундровики, потому что данная сумка удобна к транспортировке. И вы же знаете, что когда оленеводы кослают по маршруту, и прошу прощения за туристологию, лишний груз, как говорится, ощутим в дороге. Поэтому данная сумка для них актуальна. Это значит, что полиэтилена хотя бы в тундре станет меньше. К примеру, коренных жителей могут последовать горожане. Сознательных экологов среди нас пока мало. Но те, кто вкусили жизнь в большом городе, к этой теме относятся трепетно. Мы пообщались с москвичкой Заяной Бадмаевой. Она не только отказалась от пластиковых пакетов, но и научилась сортировать мусор. В настоящее время я пришла к тому, что хожу в магазин со своей многоразовой сумкой. Она тоже состоит скорее из пластика, но из пятого вида пластика, который можно потом сдать в переработку, когда сумка придет в негодность. Но я думаю, мне, наверное, на всю жизнь хватит этой сумки. Если задуматься, то без пластиковых пакетов обойтись можно. Это дело привычки. Со временем ее можно и наработать. Главное – начать. Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. И это весьма позитивный шаг. Елена Куликова, Давид Давиташвили, Служба новостей, «Импульс».